Прежде чем продолжить строительство туберкулезного диспансера, новому подрядчику пришлось демонтировать часть построек. За несколько лет простоя туб диспансера без консервации, корпуса и коммуникации подверглись коррозии. Восстановительные работы начали с пищеблока, а всего на территории диспансера планируется достроить 19 подобъектов. Мы закончили устройство капитальностей, перекрытие, кровли и ведутся работы по отделке, по финишной отделке. Вообще на сегодняшний момент таких зданий у нас три в хорошей готовности, которые наименьше пострадали от отсутствия консервации. Отделку также ведут патологоанатомическом корпусе и прачечной. Самый большой пласт работы у строителей на сегодняшний день – инженерные сети. Отопление в корпуса планируют провести уже к середине осени. В настоящий момент ведутся работы по наружным сетям. Это сети теплотрассы для корпуса 1Б и для корпусов отдельно стоящих, которые находятся на этой площадке. Тормозили работу и изменение требований безопасности. Подрядчик проводил обследование и заново разрабатывал проектную документацию по всем помещениям объекта. «Большая работа проведена. Планово, по мере возможности, после ремонта восстановительных работ делаем, но в полном объеме еще не можем. И когда они закончатся, ну, наверное, ближе к вводу объекта в эксплуатацию». Контракт администрации края с застройщиком истекает в этом году. За это время «Селф» успеет выполнить ряд восстановительных и отделочных работ. Чтобы закончить строительство диспансера полностью, подрядчику необходимо еще минимум полтора года и около миллиарда рублей. Дело остается за командной работой. Если финансирование поступит вовремя, туберкулезные больные начнут лечение в новом центре уже через пару лет. Илья Кчетков, Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.